МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости в студии Екатерина Сегеда. И вот темы, о которых расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция системы водоснабжения в Новоалександровском округе завершится в ближайшее время. На каком этапе работы, выясняла Анастасия Зубрицкая. На те же грабли, на чем дважды попался полицейским житель Нефтекумского округа. Ореховая роща, какое новое место для отдыха, оборудовали в Ставрополе. За этой дверью студенты Северокавказского медколледжа в Невиномыске сдают свой первый экзамен. Первый он для всех, потому что колледжу всего год. Как он прошел, расскажет Герман Кудьяров. Теперь подробнее об этих и других событиях. На Ставрополе в следующем году начнут строить Центр ядерной медицины. Такой договоренности достигли на площадке Петербуржского международного экономического форума. Соглашение подписали губернатор Владимир Владимиров и директор дивизиона госкорпорации Росатом в области здравоохранения Игорь Абрубов. Росатом очень хочет прийти на территорию Ставропольского края с теми базовыми проектами, это Ветрогенерация, Умный город. Также хочет развивать сегодня высокотехнологичную медицину в части оказания помощи онкобольным. Поэтому я ни в коем случае не вижу каких-то изменений. Я вижу, что сегодня объем возможностей просто увеличился. Помощь в Центре ядерной медицины будут оказывать жителям края и соседних регионов. Планируется более 2000 услуг ежегодно. Центр станет первым проектом госкорпорации Росатом на юге России. Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что проект поможет повысить эффективность оказания онкопомощи в рамках проекта здравоохранения. Идем дальше. Ставрополь может получить полтора миллиарда рублей на покупку троллейбусов. Губернатор региона Владимир Владимиров представил проект развития транспорта заместителю председателя правительства России Марату Хуснулину. Владимиров отметил, что в обозримом будущем жилой фонд Ставрополя вырастет более чем на полтора миллиона квадратных метров. Поэтому при планировании развития городского транспорта уже учитывают предстоящий рост пассажиропотока. Сегодня существует инфраструктурное ограничение. Очень сложная транспортная схема. В феврале, в марте взял в Энгельсе троллейбус. Он бесконтактный. Прогнал его. Полностью удовлетворяет количество посадочных мест. Пробок меньше стало. Прошу поддержать закупку 45 троллейбусов на сумму 1 миллиард 523 миллиона рублей. С предприятиями-поставщиками транспорта у края уже достигнуты договоренности. Хуснулин поручил проработать вопрос финансирования. В Новоалександровском округе продолжают реконструкцию системы водоснабжения. Эти работы позволят пустить питьевую воду сразу в 7 населенных пунктов. Туда, где больше 30 лет из кранов течет только техническая. На каком этапе реконструкции, когда завершится, на место отправилась Анастасия Зубрицкая? Ну вот у вас отлично течет вода. Скажите, пожалуйста, но пить ее нельзя? Нельзя, невозможно, потому что у нее всевозможных солей. Хотите, попробуйте на вкус. Нет. Да, да, да. Из крана Татьяны Николаевны в поселке Пресадовом вода, можно сказать, бежит. Однако готовить из нее женщина не рискует. Вода техническая. Питьевую, чтобы сварить суп или сделать чай, женщина покупает в соседней станице. В станице Кармалиновской у знакомой. Она же платит, она за воду платит. Почему должны бесплатно у нее брать это? По знакомству воду покупать? Да, да. И платим. Для цветов Татьяна Николаевна собирает дождевую воду. Для всего остального та, что течет из крана. Как воздух. Вот как воздух. Необходимо вообще, очень необходимо. Потому что лето, жарко сейчас вообще. Краны летят. Нагреватели, машинка. Вообще, я уже на машинку Богу махлюсь. Господи, как она выдерживает. И такая ситуация у всех жителей Пресадового. Это в Новоалександровском округе. Питьевую воду из местных кранов не набирали больше 30 лет. Однако сейчас появилась надежда, что проблема решится в ближайшее время. Сами можете представить, что в течение 30 лет искали решение этой проблемы. Наконец-таки нашли. Губернатор откликнулся. Все силы приложил, чтобы данный проект был реализован. А вот и решение проблемы. Точнее, процесс. Здесь проходит реконструкция очистных сооружений. Работы начали в марте прошлого года. По трём из четырёх пунктов уже выходят на финишную прямую. Это станция водоподготовки Новоалександровском. Её ввели в эксплуатацию в 90-х годах. Почти 30 лет здесь не было капремонта. Теперь провели большую реконструкцию. Уже заменили так называемые медленные фильтры. Это позволило почти вдвое увеличить подачу воды. Полностью была выгрузка песка. Земля вся эта убиралась. Демонтировались плиты. Выгружался старый песок. Это где-то около 3000 тонн. Было загружено в данные 8 фильтров. Ну и обратно всё полностью сделали назад. Укладка плит, монолит, гидроизоляция. А это уже насосная станция. Здесь было заменено полностью насосное оборудование, запорная арматура и все трубопроводы. Увеличена производительность оборудования до 24 тысячи кубических метров в сутки. Хлораторная. Здесь полностью заменили оборудование. 300 ампер. Идёт процесс электролиза. И получается соль разлагается у нас. Получается водород. И больше гипохлорид. Вот и всё. Всё по современным новым технологиям. Правильно? Да, да, да. Продолжаются работы по установке плавучей насосной станции. Это первая в краевой системе водоснабжения плавучая насосная станция. Она полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия человека. Водоснабжение обеспечивает при любой погоде, независимо от уровня воды. Параллельно с реконструкцией очистных сооружений строит и новый водовод. Благодаря ему питьевая вода отсюда будет поступать не только в Новоалександровск, но ещё и в 7 населённых пунктов. Работы мы планируем закончить до 1 сентября. После этого будут пусконаладочные работы по воду, работы по воду, эксплуатацию объект. И, ну, я думаю, в октябре уже на Александровск и населённые пункты округа будут получать стабильно воду. А пока жители Пресадового и других населённых пунктов с нетерпением ждут осень и верят, что 30-летняя засуха уйдёт вместе с летом 22-го года. Да, да. Чувствуем, ждём. Ждут решения водного вопроса. Анастасия Зубрицкая, Элег Байкулов, Ставропольское телевидение. Надеемся, что всё-таки вскоре люди забудут о сухих кранах. Если и у вас есть интересная тема для сюжета, то пишите на наш номер 8 928 350 80 70. Идём дальше. Ставрополь может стать лидером в стране по производству муки. Об этом рассказали на брифинге в правительстве региона. По объёмам экспорта край уже превысил в 8 раз показатели прошлого года. Председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин рассказал, загрузка мощности по муке на Ставрополье составляет 50%. Значит, можно увеличить объёмы производства вдвое. Для нас очень важно это загрузить действующие мощности, модернизировать действующие мощности. Затем это, безусловно, привлечь инвестиции. Сегодня у нас есть ряд коробочных решений в части по мукомольной промышленности под отрасли. Есть готовые бизнес-проекты, которые мы готовы предлагать сегодня нашим хозяйствующим субъектам. Также обсудили исполнение поручений ежегодного послания губернатора Ставрополя. В том числе и увеличение количества ярмарок. В территориях края уже работают более 40 мини-рынков. А это поможет привлечь продукцию личных подсобных хозяйств. Места на таких ярмарках предоставляются бесплатно. Конечно, мы здесь будем также развивать придорожный сервис. Это торговля с поля, торговля с бахчинь. Безусловно, мы сегодня сейчас работаем с муниципальными образованиями по определению мест. Решаем вопросы безопасности. В первую очередь с дорожными службами, с ГИБДД. С тем, чтобы это было безопасно. С тем, чтобы были организованы съезды. Узнать важные новости страны и мира можно на нашем канале в спецпроекте «Обозрение». Только злободневные актуальные темы смотрите по будням, сразу после выпуска новостей. О чем пойдет речь сегодня, расскажет Анастасия Ивановская. Спасибо, коллеги. Добрый вечер. Шахматная доска мировой политики получает все новые очертания. За должности пешек никто не борется, здесь и так все ясно. Дебюты тоже разыграны, но до Эншпиля еще далеко. Кому на самом деле выгодны антироссийские санкции? Разберемся в обозрении сразу после новостей. Переходим к информации по коронавирусу. С инфекцией справились еще 100 ставропольцев. Общее число выздоровевших приближается к 189 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 17 заболевших. Несколько дней подряд уже нет летальных исходов от вируса. Защититься от инфекции по-прежнему помогают вакцинация и ревакцинация. С 1 июля на Ставрополе начнет действовать особый режим противобожарной безопасности. Как прозвучало на заседании краевого правительства, только за полгода в регионе произошло больше тысячи ландшафтных пожаров. Лидирует по их количеству Кочубеевские предгорные округа. Усилить меры противопожарной безопасности ранее получил губернатор Владимир Владимиров. Органам местного самоуправления необходимо будет принять дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение граждан в лесах, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и других ландшафтных пожаров. Также в крае значительно увеличили штрафы за нарушение противопожарной безопасности от 5 до 15 тысяч рублей. А с 1 июля эта сумма вырастет вдвое. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц. В случае нарушения им придется отдать до 800 тысяч рублей. Теперь к происшествиям. В Ставрополе 31-летний водитель больше груза потерял управление. Машина сначала врезалась в стоящую на светофоре отечественную легковушку, а потом перевернулась на иномарку, засыпав проезжую часть песком. Известно, что камазист лишен прав и без страховки. Водитель и пассажир отечественной легковушки сейчас в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Другие ЧП в оперативной сводке. На те же грабли инспекторы ГИБДД нефтекумского округа остановили легковушку. 61-летний мужчина за рулем оказался пьян. Он и сам не скрывал, что выпил бутылку пива у друзей и поехал на машине домой. Но от медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что в этом году нарушителя уже лишили прав за пьяное вождение. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Неприятное соседство. В полицию Светлограда обратился местный житель и сообщил, что 43-летний сосед хочет его убить. На место выехали сотрудники. Они выяснили, что уже несколько лет мужчины ссорятся из-за личной неприязни. А теперь дошло до того, что один из них схватился за ружье и стал угрожать расправой. Ни к чему хорошему это не привело. Возбуждено уголовное дело. Незваный гость. 34-летний житель Новоалександровского округа дважды проникал в чужие квартиры в Ессентуках и похитил оттуда деньги и телефоны. А позже увидел на парковке открытый автомобиль и забрал оттуда сумку. Владельцы заявили в полицию. Злоумышленник уже под стражей. Возбуждено три уголовных дела. Это была первая часть выпуска. Впереди еще есть интересные новости. Будьте с нами. Ореховая роща. Какое новое место для отдыха оборудовали в Ставрополе? За этой дверью студенты Северо-Кавказского медколледжа в Невиномыске сдают свой первый экзамен. Первый он для всех, потому что колледжу всего год. Как он прошел, расскажет Герман Кудьяров. Финал четырех по баскетболу подошел к концу. Кто забрал кубок края в этом году? Лето – пора отпусков. Специалисты известного сервиса по поиску работы выяснили, сколько должен длиться идеальный отпуск, по мнению работающих россиян. Итак, за 10 дней проголосовали 7% респондентов. 23% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней. 22% выбрали пункт «Три недели». Каждому четвертому россиянину нужно 4 недели для полноценного отдыха. Более 4 недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18% респондентов. И затруднялись ответить, либо назвали другой вариант в общей сложности 5%. По мне, так, 4 недели отпуска – это перебор, потом сложно будет вернуться в рабочий ритм. Идем дальше. В станице Георгиевской отремонтировали врачебную амбулаторию. В здании обновили окна и двери, полы и кровлю. Провели отделку помещений. Специалисты обещали окончить работы к июлю, но справились почти на месяц раньше. Реконструкция медучреждения стала возможной благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставрополя. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В промышленном районе Ставрополя благоустроили сквер «Ореховая роща». На территории общественного пространства обновили почти полторы тысячи квадратных метров тропинок. Установили лавочки, светодиодные фонари и урны. Также оборудовали спортивную зону и место для прогулок с домашними питомцами, сообщили в управлении по информполитике правительства регион. Работы проходили в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. В Буденовском округе ремонтируют два участка трассы Буденовска-Чекулак-Невтекумск. По этой дороге люди ежедневно добираются к социально значимым объектам. В общей сложности обновят более 19 километров проезжей части, сообщили в Миндоре-Ставрополе. Также укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. Реконструкция трассы проходит в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В поселке Балтийском отремонтировали дом культуры. Специалисты утеплили фасад, обустроили отмостки, уложили плитку и оборудовали пандус. Также установили двери и обновили систему уличного освещения, сообщили в региональном министерстве культуры. Реконструкцию ДК провели в рамках краевой программы «Культурная среда», которая входит в нацпроект «Культура». У невиномысских студентов-медиков началась первая сессия. Первая она и для самого колледжа, которому недавно исполнился год. Как прошел первый курс обучения и что ждет студентов дальше. Герман Кудеяров пообщался с будущими медиками. Вероника Чурикова учится на направлении «Сестринское дело». Сейчас девушка на уроке биологии. Внимательно слушает преподавателя и будущих коллег. Они загорают в нас интерес, и мы хотим все больше и больше изучать эту тему. И с этим я не сталкивалась в школе, к сожалению. Но этот колледж поднес мне новые ощущения. Очень дружелюбная группа и вообще колледж. Я даже скажу более, это не колледж, это одна большая семья. Вероника очень ждет практику, которая будет на втором курсе. Работать предстоит в городской больнице. Помимо учебы и практики есть широкий простор для творчества. Вступили в состав городского студенческого педагогического отряда «Штормового предупреждения». Посещали множество форумов и даже участвовали в студенческой весне Невиномыска и покорили Невинскую гору. Преподаватели не отстают у студентов и являются номинантами национальной литературной премии поэт-года. Но даже с таким насыщенным графиком студенты успевают отдыхать. И в колледже для этого есть специальное место. Ну а сейчас мы пройдем, наверное, в святыню медицинского колледжа. То место, где, я уверен, на переменах собираются абсолютно все студенты. Буфет и, прошу заметить, не столовая. Буфет. Мы любим собираться на больших переменах, обсуждать вопросы по парам. Кстати, сейчас у нас горит подготовка к сессии. Мы все упорно готовимся к ней и любимся собираться все вместе, обсуждать вопросы и подготавливаемся вместе. Здесь все, что любят студенты. Выпечка и сладости. За обедом будущие медики готовятся к первой сессии в Невиномысском филиале. Ему в июне исполнился год. День рождения отметили в культурно-досуговом центре. Тут же студенты и преподаватели получили награды за активную деятельность. Все наши студенты будут трудоустроены, все наши выпускники будут трудоустроены. Это наш стандарт качества, он это подразумевает. Некоторые студенты, безусловно, захотят продолжить дальше свое образование, и они будут поступать в медицинские университеты, академии по внутренним экзаменам уже без ЕГЭ. Филиал сейчас проходит аккредитацию по российской международной системе менеджмента качества, и после этого дипломы будут котироваться наших выпускников во всем мире. Государственная аккредитация и современное оборудование – все для качественного обучения по медицинским специальностям. Это сестринское и лечебное дело, а также фармацея. Ежегодно колледж будет выделять пять бесплатных мест для слабозащищенных слоев населения. Всего в Невиномысском филиале обучаются около 200 студентов, а контрольные цифры приема в этом году увеличились в два раза. Как нам объяснили, эту прекрасную девушку зовут Мария. Маш, тебе здесь нравится? Мне тоже. Герман Кудеяров и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Чего ждать от ставропольских кинолюбителей? Как край вдохновил писателя на повесть об Ахиллесе. В рамках международного форума «Белая акация» в Ставрополе прошли встречи с творческими людьми со всей России. Автографы у знаменитости взяла и моя коллега Виктория Шкальная. Морские приключения, древние легенды и эпические сюжеты. В Краевую столицу в рамках международного форума «Белая акация» приехал писатель-маринист Александр Покровский. Творческая встреча прошла в Ставропольской библиотеке для слепых и слабовидящих. Для Александра наш край уже не просто очередной регион страны. На Ставрополье писатель приезжает за вдохновением к очередному произведению. Книги, сказки тоже есть аудиовариант. Они не только морские, они вообще общечеловеческие сказки. Есть две книги, которые мы сюда передали, но они пока не озвучены. Это «Ахиллес, сын Таргитая» и «Атила Гун». Эти две книги вот как раз родились в результате того, что я посещал Ставрополье. Где найти вдохновение и почему в сюжетах его сказок всегда найдется место морю. Писатель поделился творческими планами и передал в библиотеку аудиоверсии своих книг. Поговорили на Ставрополье и о том, как писать историю через кино. О развитии регионального кинематографа рассказали столичные гости на презентации проекта «Лаборатория игрового кино и сериалов». И первая задача сейчас – поддержать местных режиссеров и сценаристов. Прежде всего надо развивать кинообразование, потому что истории не пишутся сами по себе. Надо понимать, как они делаются. И мы можем помочь, объяснить. Мы планируем проводить креативные инкубаторы, в рамках которых мы сможем помогать развить какие-то местные сюжеты. По словам специалистов, феномен регионального кино и прекрасен тем, что маленькая личная история может откликнуться в душах тысяч зрителей. Когда есть глубокая маленькая история, интересная, может быть, какому-то своему кругу, это тоже интересно. Может быть, эти самые маленькие истории тоже очень важны. И мы надеемся, уверены, что в Ставрополе эти истории тоже есть. А ждут новых творческих свершений от земляков Виктория Шкальная и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Сейчас в эфире блог спортивных новостей. И мой коллега Герман Кудеяров уже в студии. Привет, Катя. Привет, Катя. Вот анонсировала ты новость о баскетболе. На самом деле важнейшее событие для нашего края. Обязательно о нем расскажу, но начну с другой новости. Хорошо, рассказывай. В Краснодаре завершился второй этап летней спартакиады учащихся России по легкой атлетике до 18 лет. Сборная Ставрополья выиграла общий командный зачет в южной зоне. Наши атлеты обошли Карачаево-Черкесию и Северную Осетию. Они набрали максимальное количество баллов и вышли в финал, который пройдет с 22 по 24 июля в Челябинске. А в третьем туре юношеской футбольной лиги до 16 лет Ставропольская Динамо Суор приняла Нальчикский Спартак. С пенальти в составе белоголубых забил Дмитрий Ситько, но завоевать три очка это не помогло. На табло ничья 1-1. Напомню, в прошлом туре Ставропольцы выиграли в Грозном у Академии Рамзана 3-2. А в первом матче уступили на своем же поле 0-2 Ангушту. В тренерском штабе считают, что на своем поле дома команда играет хуже, чем в гостях. Тем не менее, мы будем тренерским штабом это анализировать, разбираться. Конечно, дома надо нам показывать совсем другой футбол. И болельщики хотят, чтобы именно они приходят на какое-то, да, так скажем, зрелище. Должны быть голые. А мы вот пока не можем им это предоставить. Но я думаю, что в дальнейшем мы этого поправим. Спасибо большое. А еще в Ставрополе завершился финал четырех чемпионата края по баскетболу на Кубок Губернатора. Изначально за него боролись 15 команд, которые были поделены на две зоны. Ставрополь и Ковминводы. В финальную часть прошли четыре сильнейшие. И судьба сложилась так, что в матчах за медали они вновь поделились на зоны, но уже по спортивному принципу. В матче за третье место столкнулись Пятигорские государственные университеты и Железноводский феррум. Ковминводское дерби завершилось без особого накала, победой студентов со счетом 101-60. А в главном матче турнира за золото встретились Ставропольский аграрный университет и Михайловский вепрь. Здесь борьбы было больше, да и матч получился интересным. Местные баскетболисты одержать победу не смогли. 89-63 в пользу вепря, который поднял над головой Кубокрая. Катя. Ну что ж, спасибо, Герман, тебе за новости. Можешь отправляться. Кстати, ты зонтик-то захватил? Вот нет, я без зонта, так что сейчас, видимо, буду плыть и мучиться. Да, тогда я тебе не завидую, послушай, что ждет. Хорошо, пока. Это был Герман Кудьяров и новости спорта. Ну и напоследок холодная и важная новость. На Ставрополье вновь непогода. Если вы еще не заметили, до конца 16 июня местами ожидается сильный дождь с грозой и градом, а еще ветер до 25 метров в секунду. Такие данные дает гидрометцентр. Так что наберитесь терпения и будьте внимательны и осторожны. Ну а подробный прогноз погоды уже через минуту. Это были все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. И напоминаю, что мы ждем ваши вопросы на наш номер, а также рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас Мария Никитина расскажет о погоде, а я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 16 июня. На Ставрополье стало свежее. Температура понизилась на 2 градуса, но тепло сохранилось. На этот раз в центральных территориях обойдемся без дождя. Синоптики осадков не прогнозируют. На КМВ напротив дождливая погода сохранится в дневные часы с перерывами на облака. Погода изменится к вечеру и осадков не будет. Не страдают от дождя северные и восточные территории. Там облачно с прояснениями и все так же тепло, которое сохраняется и днем, и ночью. На этом у меня все. Увидимся на своем.